ну что ж друзья а теперь предлагаю вашему вниманию перенестись в атмосферу серьезных призывов вот и удачу свою будет испытывать наш друг дмитрий вот он уже не первый раз штурмует ворота лемурии в поимке каких-то имбовых персонажей вот но пока что ему удается это не очень-то и хорошо вот ну и давайте посмотрим вообще какова цена быть в топах играть крутыми персонажами вообще иметь их у себя в наличии ну как видим начало стандартная ну как для кого стандартная для кого нет я бы уже матерился плевался падают тройки до падают какие-то четверки но они непрофитные соответственно это на эмблемы вот люблю я конечно эту игру тратишь бабки вначале чтобы поймать героя потом тратишь еще короче кучу ресурсов игровых на то чтобы этого героя конвертировать каких-то несчастные там 12 эмблем вот она тасс очередное а вот это везение обожаю короче когда у него в игре шанс выпадения стандартных пятерок крайне мал ну типа в описании да а в итоге короче стандартные пятерки падают гораздо чаще чем ивентов и вот ну что дима тоже пытается шаманить вот но у него между шаманством конечно здесь есть большая разница между моим и своего тут по x30 вот не знаю не знаю я считаю до сих пор что есть смысл либо по одному либо по x10 x30 непрофитные якобы на бумаге она выходит что типа выгодно там на два на три героя тебе больше упадет но по факту херня это все лучше сделать x10 и поймать гарантированно одну пятерку чем сделать x30 типа с выгодой а в итоге наловить кучи троек которые тупо сольются потом на корм какого-то героя ну вот посмотрите на это посмотрите 2 2 стандартная пятерка это пиздец да либо дима настолько удачливый да он смотри проверяет вероятность выпадения классических пятерок ну такое лучше бы он был не фартовым и выпадали бы ивентовые да то так каждый думает когда крутит на и что ты получается ты же заходишь начинаешь крутить вот мы думаешь сейчас тебе повезет проходит 1 x10 2 x10 3 вот и ты начинаешь по неволе нервничать я начинаю вообще нервничать после 1 x10 если нихрена не упала вот но здесь наверно стойкие нервы у человека вот с раоша яного сапха с раошу там уже наверное можно будет однозначно на эмблемы короче потянуть точнее на эволюцию он смотри смотри нападала их можно короче построить дивизию эволюционированных с раош смотри это просто боль даже гм не дали понял да вначале напоминаю было 60 тысяч кристаллов и что чего мы добились блять смотри опять короче о ну гм упал ну просто короче три пятерки стандартных гм кучу бабок ушло уже смотри 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 на этом не знаю такая-то ёбаная насмешка от разработчиков если честно ну как по мне смотри блять опять ну короче это пиздец внутри грунгниры кого нам еще не хватает ну блять но это это реально смешно хотя какое смешно это было смешно если не было так короче грустно хионер елена тлавак гибил хины ну и т.п. герои мечта просто ребят еще ни одной ивентовой пятерки не упало только один гм один а тут уже короче столько призывов сделано я вообще на это не могу смотреть нет мне мне больно мне это больно монтировать мне больно на это смотреть во время монтажа мне больно это пересматривать уже на ю тубе вот честно вам скажу не знаю чем здесь проблема но у меня конечно же говорю есть до сих пор столько убеждения что чем выше как бы аккаунт поднимается тем получается сложнее даются поимка новых героев второй вариант может быть но центре асура но это нормально вообще но это пиздец мне кажется либо второй вариант это когда призываешь по многу ну вот система выкупает что ты типа слишком жирный мажор вот ну и типа раз ты такой короче мажор то давай мы тебе подрежем вентили подрежем кранике и будешь ты получать посмотри ахиллес это пиздец это этаж насмешка это просто просто плевок в лицо смотри просто стандартные пятерки одна за другой одна за другой 2 гм отлично спасибо вам карма большая просто блин да блять герои мечта просто блять понимаешь герой-то классный но и он вы по описанию классный работает он как дно во ананар вот это уже классно да супер но какой ценой да но учесть еще шелдимы он есть и это просто дубль упал ну такое себе 60 к кристаллов ушло в пользу телезрителей точнее в пользу кармы на и что нам дали на нара ну окей ну и кучу пятерок еще стандартных которыми можно потереться да гриммор да но зато конечно в пире зале бесстрашия с таким успехом можно далеко пройти ну блин слышишь и ради там каких-то топовых званий и парочку парочки там каких-то колец вкидывать короче столько денег тоже такое себе но единственно дашь там типа аватарка такая аватарка там довольно таки интересная типа дживансин которая анимированная да это анимированная дживансин это больше девочкам подойдет наверное но так вот ну что а мы идем дальше давай второй заход давай посмотрим увенчается ли он успехом начало как обычно намекает на то что не 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 так все легко будет две четверки стандартная еще одна до четверки конечно падают и опять же таки это эмблемы за которые придется заплатить игровыми ресурсами но он хины но это по тоже уже нападала столько что можно тоже с ней делать целую бригаду эволюционированных толстушек толстушка блокиратор так 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 пока что второй заход вообще не не радует но он смотри это несерьезно не знаю как вы но мне больно на это смотреть о но кей дживансин но опять же таки она у димы есть вот если бы их таких 4 поймать то конечно другое дело я еще кстати ни у кого не видел дживансин на 4 эволюция я уверен что такие умельцы конечно в игре найдутся вот я могу представлять что она будет вытворять на 4 эволюция вот мы конечно если вот так вот каждая будет даваться такой ценой то ну и нахер лучше уже там душами стихии что ли поднимать ну и вот получается когда да он видишь получается здесь четверка статистика такая там я не знаю пять троек одна четверка до я не могу сказать что гэмы прямо так сильно сыпят то есть я бы не сказал что вообще там гэм какой-то там сверх какой-то топовый имбовый да но тем не менее получается как бы даже их не так наваливает но мы идем дальше имбовый гипомидонт ну вот смотри опять короче регулярка не гэм это короче понял что не сильно злился на тебе регулярного героя типа вот он все-таки упал тебе ну и вон тебе гэм чтобы типа ты сильно не нервничал короче срвоз точно насыпала столько что можно целый полк построить да двенадцатая минута получается в ускоренном темпе смотри валькирия но это пиздос извините за французский по-другому просто не назовешь пусть понимаете что как бы шанс выпадения регулярной пятерки меньше чем ивентовой и тем не менее регулярки просто сыпят это о чем говорит это может говорить о двух вещах первое короче и маловероятно это тоже человеку просто реально фартовый вот что так просто достает то что меньше всего падает ну либо просто китайцы обманут на она вон в догонку смотри тюрчика тебе еще чтоб тебе вообще классно все было короче сомнений нет карма наёбывает людей написав короче вот это в закрепе по шансам выпадения не просто но я считаю с 3 грунир это пиздец они просто получаются считая в письменном виде лгут ну как то так смотри хирон да теперь я видел все теперь я реально видел все теперь я реально видел все короче короче многие до сих пор охотятся нет на тебе стандартных пятерок не может они конечно считают что вместо одной ивентовой короче дать 5 нестандартных это у них ну прямо пропорционально но я так нихера не считаю как по мне то лучше пускай блять падает одна пятерка ивентовая чем даже десять вот таких стандартных ну и пошел круг заново пошло все заново да пошло оно все заново да ну он смотри они он даже короче гэма нормально что сделать не могут я может и конечно такая фишка что типа она такая маленькая невзрачная да по описанию тоже ну по описанию кстати она довольно таки неплохо по идее будет на титанах вот она неплохая будет в атаке но опять же таки пока есть энгус короче красные будут играть в пол силы потому что к энгусу нужно брать по любому какого-то диспела чтобы снимать всю эту херню вот но тем не менее кстати у меня красный тапок играет у меня красный тапок играет и вот появился когда каити то есть мне как-то стало поинтересоваться все таки как бы красный блокиратор плюс шотер плюс бронерез это многого стоит в принципе гэма тоже я поймал и я думаю его тоже в любом случае качну но тоже скорее всего будет после нового года ну вот и получается я думаю он тоже будет классно играть можно вон смотри кстати еще одна выпала гм да я думал только у меня я считаю вот это только открылся ивент и получается я тут же начал призывать я вначале подумал что это только у меня такой баг из-за плохого интернета или типа того но это походу у всех так интересно его починят там или нет или это будет такая особенность врожденный дефект красного гм ну поскольку она гм дева скорби да поэтому она где-то там стоит в углу такая маленькая невзрачная скорбит по ком-то или о чем-то так короче подходит у нас концу наши призывы вот нам дали кухулина маму сару короче герои мечты и так понимаю что надежда под конец короче выловить имбишку тает на дима это тоже понимает ускоряет короче ускоряет вот этот короче процесс унижения от кармы короче вот такие вот дела ребят вот такие призывы вот а мы с вами не прощаемся увидимся скоро пока пока